Сделайте это для того, чтобы ваши волосы были здоровы. Здравствуйте, вы на канале Акуфитос. И сегодня мы поговорим с вами про простые действия, которые могут помочь вам при выпадении волос. Ну а если вы хотите узнать, о каких таких действиях идет речь, оставайтесь с нами до конца. Мы часто получаем такие комментарии. Лечение волос – это дорого и сложно. А есть ли что-то простое и при этом эффективное? И вот сегодня мы как раз поговорим о том, что же можно сделать самому и без особых затрат. И начнем мы, как ни странно, с таких моментов, как мытье головы, расчесывание и массаж. Да, ну насколько вообще могут чем-либо нам помочь такие простые методы, как мытье головы и массаж? Помимо того, что мытье головы – это необходимая гигиеническая процедура, на самом деле с гигиеной и начинается уже путь к здоровью. Поэтому кожа головы, на самом деле, должна быть чистой. Мы с помощью мытья головы ее не просто очищаем, мы оказываем профилактический, противовоспалительный в том числе эффект. Мы создаем хорошее настроение. Мы вымываем те волосы, которые должны покинуть голову, будучи мертвыми при мытье, чтобы их не накапливать и не создавать постоянно впечатление, что волосы у нас выпадают. И это уже первый шаг к здоровью волос. Ну, гигиена, избавление от выпавших волос – это хорошо. А при чем же здесь массаж? Там могут спросить наши слушатели. Так вот, оказалось, что помимо того, что массаж помогает расслабиться и оказывает антистрессовый эффект, массаж головы может улучшить не только настроение, но и рост волос. Мы уже говорили несколько подробнее ранее о массаже. Так вот, нормальный интенсивно проводимый массаж способен повысить выработку в области волоточных фолликулов факторов роста, ну и обеспечивать некоторые другие механизмы стимуляции роста волос. Во всяком случае, что интересно, что по результату многих исследований порядка 70% людей, те, которые проводили лечебный массаж с целью стимуляции роста волос, в 70% случаев считали эффект удовлетворительным. Вот здесь удивительная цифра, вот есть куда более мощный миноксидил. Люди, которые применяют миноксидил в течение года, в 20% случаев удовлетворены результатом. А если посмотреть через 2 года провести опрос, окажется, что только 10% людей, которые применяют миноксидил, удовлетворены результатом. А куда более слабая процедура, да, в цели стимуляции роста волос в массаж, показывает вот удовлетворенность 70%. Ну, я думаю, это необходимо учитывать в своей практике и не надеяться только на лекарственные препараты, не игнорировать более простые методы. Ну и, конечно же, массаж нужно проводить правильным образом. У него, как и у многих манипуляций, есть свои показания и противопоказания. Если вы хотите подробнее узнать об этом, то смотрите выпуск на нашем канале. Он посвящен как раз массажу и его разновидностям. Да, конечно, интенсивный такой массаж, это даже медицинский есть массаж, да, то есть относимся к ней как к серьезной лечебной процедуре. Ну, а кроме того, надо помнить о том, что после массажа полезно нанести на кожу головы еще те или иные препараты, лосьоны, тоники, средства, которые будут значительно лучше и эффективнее работать после этой процедуры. Ну и массаж можно проводить не только руками, но и с применением разнообразных устройств. От совсем простых массажных щеток до специальных электрических, скажем так, девайсов. Например, есть специальный массажер для скальпа фирмы Panasonic, есть другие электрические массажеры. Помимо разного рода приборов для проведения массажа волосистой части головы, есть вот такого типа массажеры, которые можно надеть на волосистую часть головы, включить и получить определенный релаксирующий эффект. Он помогает уменьшить головную боль, он помогает отдохнуть и восстановить силы. Благодаря встроенным манипулам он оказывает массаж волосистой части головы. Таким образом, подобного рода аппараты также могут быть вполне полезными. Также можно проводить массаж с использованием массажных плиток, специальных скребков по типу гуаша. То есть это вот уже тема процедуры, которые более характерны для восточной медицины. Ну, кстати, многие любят проводить массаж еще и с помощью эфирных масел. Тоже вполне себе хорошая рекомендация. Вот, допустим, масло Аира, масло Бея, да, это те эфирные масла, которые будут и добавлены, соответствующие транспортные масла. Просто в чистом виде ни в коем случае не надо наносить эфирные масла на кожу. Вот, могут оказывать дополнительно стимулирующий антисибарейный эффект, а также создают хорошее настроение. Ты перечисляла сейчас массажеры, в том числе электрические массажеры, назвала массажер фирмы Panasonic. Ну, я думаю, ну, чтобы нас никто в рекламе не обвинял, фирма Panasonic, к сожалению, что нам не платит ничего. Ну, сейчас много, не только Panasonic. Речь шла лишь потому, что в исследованиях использовался массажер именно этой компанией. Надо сказать, что это довольно дорогие массажеры, и по большому счету есть аналогичные по устройству, и там, ну, они в несколько раз, там, в 4, даже в 10 раз могут стоить дешевле. Так что подбирайте там массажер по карману. Вариации, к счастью, есть. Помимо массажеров, есть ли, зачастую, нас спрашивают что-то простое, желательно не очень дорогое, но при этом эффективное. Здесь, наверное, надо вспомнить про лазерные устройства, которые оказывают и противовоспалительные эффекты, и стимуляцию роста волос. Единственная цена у них все-таки достаточно у настоящих лазерных расчесок, то есть устройств цена все-таки достаточно высокая, может быть. Сейчас существуют и лазерные расчески, и лазерные кепки, то есть расчески применяются, если волосы есть, кепки более эффективны. Если выраженное поредение или облысение, то применяются лазерные кепки, То есть, если волос на голове уже осталось мало. И даже есть специальные сыворотки под такие устройства. И схема здесь применения в среднем такая. То есть, если мы берем лазерную расческу, ее применяют 3 раза в неделю, по 15 минут, где-то примерно полгода. И дальше продолжают использовать уже в таком поддерживающем режиме. А помимо более дорогих лазерных расчесок, все-таки напомним о существовании более простых аппаратов, ну, более доступных, по крайней мере, по цене. Это ультратон, это дарсонваль. Это похожие расчесочки, электрические расчесочки, которые шипят, искрят, выделяют озон. Тем не менее, несмотря на то, что стимулирующий для роста волос эффект у них выражен слабее, но эти аппараты позволяют снизить сиборейный компонент, уменьшают местное воспаление, улучшают микроциркуляцию. И после применения этих устройств удобно наносить те или иные препараты, которые будут значительно лучше впитываться, всасываться и, соответственно, действовать. Поэтому где-то по 10-15 минут, применяя там дарсонваль или ультратон, ультратон, в отличие от дарсонваль, еще и прогревает кожу. В целом, они похожи, эти аппараты. Ультратон и дарсонваль применяются по 3 раза в неделю, от 10 до 15 минут в день. И, ну, курсы не надо бесконечные проводить. После 15 процедур в целом следует сделать перерыв на несколько месяцев после чего, ну, то есть это может быть 4-5 курсов в год с перерывами. Потому что на предлительном применении наступает адаптация, и организм, волосы, рецепторы перестают воспринимать это воздействие. Поэтому после 15 процедур делайте перерывы. Ну, какие еще можно процедуры использовать? Да, вот в клиниках, например, есть инъекционные методы, это мезотерапия, плазмотерапия, фракционная мезотерапия. А что можно сделать дома? Вот мы уже тоже упоминали такую процедуру, как микронидлинг, когда процедура проводится с помощью специального устройства, иногда его называют массажером, с маленькими тоненькими иголочками. Это мезороллер или скальп роллер, который применяется и в косметологии, и в термитологии, и в трихологии. Там определенное количество иголок от 180 до 540, ну и длина иглы тоже может быть разная, от 0,3-0,5 до, там, миллиметра. Напомню, что для домашнего использования лучше брать иголочки поменьше, то есть от 0,5 до 0,75 миллиметров, а более длинные уже используются в условиях медицинского центра. Ну, либо вот такие вот иголочки длиной 1 миллиметр используются дома, но это нельзя делать часто, процедура делается, например, один раз в неделю такими длинными иглами, вот до кровяной росы. Вот, но здесь важно не переборщить, не внести инфекцию, поэтому мы говорим, что это в большей степени все-таки медицинская процедура. В домашних условиях, когда применяется длина иглы, например, 0,5 миллиметров, то можно делать часто эту процедуру, в принципе, каждый день, если вы не получаете кровяную росу, не повреждаете целостность кожного покрова, то эта процедура будет работать примерно как массаж, и после воздействия этого аппарата, таких вот иголочек, можно наносить лсен и сыворотки, опять же, что будет улучшать их воздействие. Ну и, кроме того, есть еще такие нано-картриджи в аппаратах для фракционной мезотерапии. Нано-картриджи вовсе не содержат никаких иголочек, это такой хороший мощный массажер, усиливающий микроциркуляцию и способствующий улучшению питания волосяных фолликулов, ну, особенно если их применять перед нанесением тех или иных препаратов. Ну и важные моменты – это обработка кожи головы до проведения процедуры, и также важно обрабатывать скальп-роллер после того, как вы провели процедуру с помощью специального дезинфицирующего раствора или того же хлоргекситина. Также напоминаем, что скальп-роллер, если вы его используете, это прибор индивидуальный, то есть только для вас, не нужно его никому давать в пользование. И рекомендуется его менять где-то примерно раз в 6-8 недель. И посмотрите на нашем канале видео, посвященное применению скальп-роллеров, мезороллеров и аппаратов для фракционной мезотерапии, где подробно сказано о порядке их применения, о выборе тех или иных методов, о способах их обработки. Все это подробно уже было освещено. А по ссылке в описании к этому видео вы найдете каталог натуральной продукции для кожи головы и волос, а также фитосборы для приема внутрь, для восстановления волос и оздоровления организма. Ну а если вы посчитаете это видео полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами был канал Акуфитос, до новых встреч. Всего вам доброго.